Хотела бы несколько слов сказать по поводу наших ранних утренних занятий, почему мы занимаемся так рано утром. С одной стороны, сейчас во время этих вынужденных выходных можно было бы вставать и попозже, и в 6, и в 7, и в 8 часов, в общем-то, торопиться некогда, все равно целый день дома и свободным, и есть на свободное время. Но вот я считаю, что так как у большинства из вас семьи и дома сейчас очень много людей, и дети, и другие взрослые, которые не всегда занимаются йогой, интересуются йогой, то вот раннее утро, оно хорошо подходит, все еще спят. Еще квартира в вашем полном распоряжении, вы можете заниматься совершенно спокойно, сначала в группе, чтобы проснуться, прийти в себя, и потом уже самостоятельно хотя бы полчасика что-то поделать свое, к чему у вас есть склонность. Если большинство из вас хотят, конечно, занятия сделать позже, тяжело вам, хотите заниматься онлайн, но в 5, ну прям вообще никак, пишите в чате, что-то подумаем, но я считаю, что 5 часов – это хорошо, при том, что сейчас лето уже приближается, и тело все будет адаптироваться. У кого-то тянется, у кого-то не тянется, вот как я отмечала одному из наших участников в группе, это все временно. Если в целом у вас есть склонность к утренним занятиям, то вполне возможно тело адаптируется быстро, если не быстро, то через некоторое время. Да, есть исключения, есть люди, которым никак не подходят утренние занятия, только вечерние, но чаще всего, если вы можете проснуться в 5 утра, вам они подходят. И я бы советовала ложиться пораньше. Конечно же, очень сложно уложить детей и остальных взрослых, и как-то лечь рано, закончить все дела. Но сейчас к этому у нас есть все возможности. Нам прям вынуждено дали настроиться на правильный распорядок дня. И так как продолжительность этих выходных совершенно неизвестна, это может закончиться через неделю, а может закончиться через несколько месяцев, есть разные прогнозы совершенно у аналитиков. Просто мы с вами стараемся день провести эффективно. Мы не знаем, сколько еще этих дней будет. Вообще в целом не карантина, а вообще дней. И практикующие йогу, слышащие о буддизме, они не должны удивляться тому, что все временно, непостоянно, изменчиво, непредсказуемо. Вы проснулись в 5 утра, у вас целый день, этот день важный день. Что вы хотели сделать, не откладывайте на завтра, на потом или до завершения карантина. Очень важно не ждать, когда это все закончится, когда же нам дадут свободу. Вот сегодняшний день у вас — это полная свобода. Я напомню, что сегодня у нас йога-волна. Посмотрите, пожалуйста, лекции на сайте, расписание. То, что вам интересно, актуально. Я знаю, что про питание будет много лекций, а обычно это очень актуально. Участвуйте, задавайте вопросы, и я думаю, что это будет хорошее вложение в ваше будущее. Такое времяпрепровождение. Жду ответов в нашем чате от вас. Пожалуйста, пишите. И буду ждать вас на следующем занятии, на следующей неделе. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok